Стали проверять теперь документы. Я их напугала. Так, давайте распакуем с вами мою посылку новую. Так, посмотрим. Были скидки. Большие, прибольшие. Я поэтому... Ну, я не знаю. Меня, конечно, прям разоряет в этот месяц iHerb, честно признаться. Я вообще не ожидала. Я пытаюсь деньги скопить. Мне нужны кое-какая сумма. Они устроили эту акцию. И сегодня, главное, последние дни уже. И сегодня они, вчера, по-моему, ещё берут и устраивают, значит, акцию на всё для желудка. А мне всё время нужно что-то для желудка. Представляете? И мне приходится сегодня, наверное, опять придётся заказать. Кстати, вот тут у меня книжечка такая интересная. Хотела с вами поделиться, показать. Мама с работой взяла на время почитать. Я попросила. В общем, это для третьего... Для третьего, что ли, уровня? Авентура Делиер. Да, это третий уровень. На уровне 10-11-летнего ребёнка. В общем, адаптированная история Д'Артаньяна. Три мушкетёра. Лос-трес мускетерос. Мускетерос, значит, они по-испански. Вот, адаптированная версия Алекандро Дюма. Александро Дюма. Вот. И здесь с картинками, крупным текстом. И некоторые какие-то исторические слова придётся, естественно, переводить, потому что мы же их не знаем на новом языке, на иностранном. Короче, интересно. Хочу посмотреть, почитать. Д'Артаньян. Д'Артагнан. Я в шоке. Но интересно. Мне было бы интересно. Я не фанат Дюма, но надо знать, читать. Я, в принципе, знаю, о чём сама история, естественно. Потому что у нас постоянно эти фильмы все показывались по телевизору. Вот. Мне понравились. Она мне фотографировала. Очень красивые такие вот рисунки, выполненные художниками. Да, вот. Смерть Констанс. Пара-пара-пара, радуемся на своём веку. Красавице и кубку счастливому клинку. Короче, вот. И они перечисляют для уровня 1, чтобы начать ребёнку читать, что здесь, какие истории. И феста де Брухос. Какой-то праздник ведьм. Вот. История де Адес и Принцессас Адес. Адес, мне кажется, это Аид. Хейдис по-английски. Эль Магу де Ос. Как там? Волшебник страны Ос. Потом, значит, я с Элиэр. Это Нивель Дос. Второй уровень для тех, кто уже, кто знает, умеет читать. Вот. Тоже перечислены. Я сейчас долго просто тогда буду въезжать, что это за книги. Вот Нивель Трес. Это вот этот, который у меня здесь. Ромео Джульетта. Вот я по-быстрому сейчас гляну. Мигель Строгов какой-то. Не знаю, кто это. Лаис Ладель Тессоро. Остров сокровищ. Так. И четвёртый уровень. Это те, кто, короче, уже наслаждается чтением. Здесь уже Дракула. Робинзон Крузо. Боже, я его читала. Помню, я была в шестом классе. Ненавижу Робинзона Крузо. Приключения Шерлока Холмса. А Вентурас де Шерлок Олмс. Ачи, они не читают. Короче, ладно. Вот. Короче, круто. Буду смотреть, читать. Я пробегусь, потом вам расскажу, как она мне понравилась или нет. В общем, у меня здесь две сегодня посылки. Ой. Что-то как будто тут кремовое. Как будто что-то пролилось. Немножко пролился шампунь. Так, и что от него там осталось? Ну, нет, есть. Шампунь вроде как есть на месте. Немножко просто липкое что-то. У меня здесь немного. Всего четыре вещи в этой посылке, но они дорогие. У меня здесь, блин, вымазанная вся... Бибиотики все, получается, в этом шампуне в липком в каком-то. Значит, я взяла пробник от Hair Rescue для тонких волос. Спасение при выпадении для нормальной кожи головы. С биотином, Б-комплексом и кофеином. В общем, у меня такой уже заканчивается кондиционер. Поэтому вот я взяла попробовать среди пробников еще и шампунь. Посмотрю, насколько он мне понравится. Кто-то его хвалит, кто-то не хвалит. Кто-то говорит, что он сушит. Кто-то говорит, что он отлично промывает. Хочу сделать сама выводы. Посмотреть уже надо, мне его не надо. Вот. Слушайте, а вдруг этот пролился, а? Витамин С. Нет, слава богу, нет. Все запаковано. В общем, мне очень понравилась вот эта сыворотка. Очень сильно мне она понравилась. Я ее брала по акциону. Ну, прям липкая все. Ну, это неприятно. Короче, витамин С. И здесь в состав входит азолаиновая кислота. Взяла вторую. Я вам ее уже как-то показывала на канале. Обалденная, честно признаться. Мне прям очень понравилась. Это от фирмы самой Айхербовской. Была на нее тоже скидка. 25%, кажется. А, да. Короче, на все товары косметологические от Айхерба. И как-то это вместе перехлестнулось с вот этим вот совсем. В общем, это тоже от Айхерба. В общем, взяла я еще один куркумин от California Gold Nutrition. Потому что обычно он очень дорогой. Я его взяла по акции. Это для людей, для СРС с рассеянным склерозом. С аутоиммункой всякой. Куркумин снимает воспаление. Убирает вот эту всю какую-то вот... Ну, кого артриты, допустим. Артрозы, еще что-то такое. Вот. Я думаю, возможно... Я уж не знаю, как он там подействует, например, на людей с псориазом. Но вот все, кто с РСом, его хвалят. Буду его пить. Я уже пью. Вот, видите, сколько пролилось. Ёпарасетэ! Гляньте, сколько пролилось. А, не видно вам. Вот. Вы представляете? Вот это нифига себе. Мало того, я и так, ну, не так уж часто беру пробники, потому что все-таки я считаю, что дорого за такое количество. 60 миллилитров. Два с половиной доллара он стоил. А это еще, блин, и пролился. Класс! Сейчас буду им писать, наверное. У меня потерялась посылка недавно на днях. И, короче, нашла я ее спустя три или четыре дня. Внизу ее взяли, оставили, значит, в этом. В баре, внизу. А я откуда знаю? И они, главное, были на выходные закрыты. И в понедельник мне никто ничего сказал. Короче, она нашлась только во вторник. Вот. Короче, такие у меня были в этой посылке покупки. Это, в общем, в Куркума, как я уже сказала. Здесь классный состав, что здесь 500 миллиграмм на одну капсулу. Здесь 120 капсул. Я до этого брала другую фирму. Там концентрация в каждой капсуле не такая высокая. И что здесь еще входит в состав? Здесь в составе, значит, сам куркумин. Не куркума, не путайте, а куркумин. То есть это экстракт самой куркумы. Вот этого вот. Это всего в куркуме содержится 7% куркумина. Поэтому он такой в прице. Это всегда дорогие вот эти вот бады, добавки. Потому что они делают выжимку из него. И здесь черный перец в составе для того, чтобы он, в общем, как-то усвоился. Я когда-то читала, что он помогает ему лучше усваиваться. Витамин С классный. Супер. Он вообще не липкий, ничего. Для жирной кожи в самый раз подходит идеально. Мои любимые пробиотики. Так вот они выглядят. Обалденные. Сейчас вот буду думать еще, наверное, заказать. Потому что я сейчас маме чистку провожу против кандиды. И потом, наверное, нужно будет ей тоже пропить. В общем, самые классные, самые работающие из всех, которые я пробовала. Они самые лучшие. Но мне так ни ацедофилус не работал, ни... Нету ацедофилус бактерий. От меня от них еще больше столько пучит. И еще хуже состояние отвратительное. А эти у меня, я их уже повторяю, это уже третья пачка. У меня двое я пропила. И, кстати, я их пила перед осенью. Я их, помню, пила, кажется, или в августе, или в сентябре. И в октябре, в ноябре всегда, когда у меня болит желудок. Первый раз за столько лет у меня ничего не болело. Представляете? У каждого проблемы с желудком, с гастритами всякими. Попробуйте. Возможно, вам тоже понравится. Я прям уверена, скорее всего, что вам понравится. И, кстати, для иммунитета, у кого аутоиммунщики, иммунитет начинается с желудка. Иммунитет начинается с желудка. Помните, это потому что только так, мне кажется, можно постепенно эту систему наладить. Так, здесь у меня интересная посылочка. Посылка была с продуктами во время акции на все вот эти вот... Опа, она... Я что, еще одну взяла? А, нет, я их перепутала. Они сбоку как-то похоже выглядят. Вот. Взяла я, в общем, посылку... Господи, не посылку, а продукцию с этим... Со всеми препаратами и... Ну, блин. Господи, забыла я, как это называется. Это с уходовой косметикой для душа. Вот. Значит, здесь у меня из пробников, из сэмплов... Это вот этот вот с батончиками. Здесь всего три батончика, 2,50. Я считаю, это дороговато, если честно. Здесь, значит, карамель и миндаль. Ну, они все на миндале, я уже поняла. Они все очень вкусные, я их все очень люблю. Двойной шоколад и... Арахисовая паста. И, значит... А вот это, по-моему, не было у меня. Я не помню. Мэйпл. Мэйпл сироп. Это кленовый сироп, орехи и морская соль. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. Я его ни разу не брала. Всего здесь три штучки. Но это вообще ни о чем, честно сказать. Для такой цены могли бы... Вот он, вот такой небольшой. Но они очень вкусные, очень. Я их прям люблю вместо вообще всяких сладостей, вместо шоколада, вместо всего. Я на них подсела вместе с чашечкой кофе или с чайком. Вот. Так, это я еще ничего не пробовала. Сами видите, распаковываю вместе с вами. Значит, все хвалят South of France. Юг Франции. Короче, надо было заказывать мне обязательно через Америку французскую продукцию. Сейчас понюхаем с вами, как пахнет. Ой, очень приятный запах. Такой нежный-нежный. Что-то у меня где-то тут уже потекло слегка. Короче, это такая штучка, которая очень мне понравилась. И мне, и маме, и бабушке всех покорила. В Америке, когда я жила, мама тоже с собой ее увезла. В общем, это такое мыло, которое здесь, оно жидкое. Вы нажимаете, и оно сразу пенкой становится. Очень экономичное. Душисто-душисто пахнет. Я, правда, брала вот это мыло от фирмы Bus & Body Works. И было это тогда по акции какой-то... Ну, какой-то, не какой-то, а, господи, после Рождества. Мама как раз уезжала 2 января. И мы накупили всяких там по акции, по скидкам вот этих вот таких вот штучек. И я помню, она привезла это. Боже, как пахнет, обалденно. Прям, короче, я взяла с глазированным абрикосом. Да, глазированный абрикос, я думала, пирог. Душисто с увлажняющими органическими нектаром агавы. В общем, буду пользоваться. Попробую. Возможно, вообще на подарок оставлю. Потому что какие-то я взяла просто вещи. Возможно, кому-то можно будет подарить. Потому что здесь тоже, кстати, таких не продаются. Вот, чтобы они были с пенкой. Отдав взяла. Тоже мыло для рук с пенкой в виде пенки. Лимон и ягоды Годжи. 200 мл. А в этом сколько? 236 мл. Ой, тоже очень вкусно. Пахнет обалденно. Цитрусом. Легкий такой свежий запах. Очень вкусно пахнет. Я, наверное, какой-то однозначно себе заберу. Маме взяла. Мама у меня любит кусковое мыло. Хоть ты тресни. Хоть ты любое. Выбери ей гель для душа. Ничего она этим не пользуется. Любит она взять кусок мыла и помыться. Какой обалденный запах. Что-то напоминает из каких-то конфет даже. Типа барбариски, кстати, да. Или барбарис, или дюшес напоминает по запаху. О, это разорилось. Я взяла за 4 с чем-то там. 4,50, 4,80. В общем, кусок мыла. Африканского черного мыла. Детокс и балансирующий детокс. В общем, здесь алоэ вера. О, как они? Овена. Господи, все языки в башке перемешались. Овсянка. И витамин Е. Написано, что увлажняющий, не стягивающий. Хорошо на подарок. Хотела взять тот, который подешевле, честно сказать. Производство от iHerb. Но его разобрали. Поэтому я взяла оригинал. Он подороже. Я надеюсь, маме понравится. Cruelty Free. Зайчик тут нарисован. Так что вот. Попробуем. Потом в отзывах увидите, услышите, что я расскажу. Как, чего. Понравилось, не понравилось. Вот это средство Desert Essence. Я когда-то брала с красной малиной. Кондиционер для сияния волос. В общем, я теперь тоже блондинка. Больше теперь блондинка, чем раньше. Cruelty Free. Веганский. В общем, не тестируется на животных. Так. Очень мне он полюбился в Америке. Я им пользовалась там. Я помню, у меня волосы были такие очень сухие там. Не привыкшие вообще каждый раз к смене воды. Все время приходится заново привыкать. Кстати, все запаяно. Так что, насколько я помню, пахнет он не прям вау конфетой. Но он пахнет очень натурально. Потому что он веганский. И в него не добавлены никакие ароматизаторы. Ну, такой очень натуральный. У него нейтральный запах. Не ждите, что он будет пахнуть какой-то малиной такой ароматизированной прям. Вот как будто, правда, делали из натуральных ингредиентов. И для блондинок, и не только для блондинок, у кого сухие волосы. Он очень хорошо увлажняет. Волосы после него блестят. Классно подходит для окрашенных волос. Я не могу сказать, что он сохранит прям вам цвет. Но он сохранит ваши волосы. И как-то он их восстанавливает. Невозможно восстановить убитые волосы. Но он как-то вот что-то делает с ними. Он закрывает чешуйки или что. Вот. Взяла попробовать средство для корней волос. Приподнимающий спрей от Giovanni Eco-Shift Technology. Короче, для всех типов волос. Написано, что, в общем, должен придавать объем, текстурировать, значит, придавать сияние и облегчать текстуру. Блин, куда же ее еще больше облегчать? У меня и так волосы все легкие, не знаю какие. Хочется их немножко как-то утяжелить, уплотнить и сделать более увесистыми. На концах они такие все летят во все стороны. Поэтому я их и обстригла. В общем, попробуем, посмотрим. Так я ничего, конечно, сразу не скажу. В прошлый раз, вот, допустим, я открывала. Мне, я такие большие надежды возлагала. Сейчас принесу, покажу, на какое средство. Возлагала я надежды вот на это вот от Trisem. Значит, как он? Thermal Creations. Короче, для того, чтобы вы, в общем, что-то делали с ним вместе, брызгали на волосы и с ним вместе создавали прически с помощью термоукладки. Ну, допустим, там фен, завивка, плойка, утюжок, еще что-то. Короче, нет, для моих волос вообще не подошел. Я кому-нибудь, возможно, переподарю для тех волос, у кого более плотные волосы. Потому что он немножко увлажняющий, мысленистый. Он обалденно пахнет, но на легкие пористые волосы, невесомые. Он просто все сгладил, они просто вниз все упали. У меня пропал весь объем. И у меня ничего от волос не осталось. Поэтому нет, он мне не подошел. Коротко такой вот отзыв для девочек, кто думает. Вот этот я буду пробовать, потому что мне, наоборот, надо как бы поднять и немножко их, чтобы видно было, что у меня волосы есть. Взяла, значит, входила вот в это во все, во все средства. Почему-то еще оралбиотик. Это, в общем, для тех, у кого проблемы с ушами, носом или горлом. В общем, ребята, это суперсредство. Я прочитала, я попробую. Много-много лет я страдала тонзилитом. Больше 10 лет, пока не переехала к Морану. Короче, здесь 1 миллион, миллиард, вернее, 1 миллиард пробиотиков каких-то бактерий, хороших, таких же, как для желудка мы пьем. Они, в общем, создают микрофлору заново в вашем полости рта. И все, что в полости рта, туда относятся и гланды, и ваши синуситы, и всякие там эти, как они вырезают, которые детям в носу. Подпишу внизу, не помню сейчас это название. В общем, все, что отекает, опухает, тревожит, болит постоянно. Сказали, что суперсредство. Здесь 60 леденцов. Их нужно класть под язык и медленно-медленно рассасывать. И принимать по 2 штуки 1-4 раза в день. Для детей возраста от 2 и старше принимать по 2 штуки 1-5 раз в день. А, это для детей как раз. Для взрослых 2 штуки 1-4 раза в день. В общем, как только заболеваете, вот эти вот средства я, в общем, попробую. Я заказала себе одну баночку и одну баночку бабушке. У нее тоже вечно то ангина, то-то-то-се. Она живет у меня в России, поэтому там простуды эти случаются чаще. И девочкам, у которых детки, например, говорят, что супер помогает. Излечивает все аденоиды. Вот, у кого аденоиды постоянно беспокоят, у кого гланды постоянно. У меня, помню, доходило вплоть до того, что мне уже говорили, что нужно удалять. В итоге, фу-фу-фу, слава богу, мы их все-таки не удалили. В общем, для того, чтобы вот эту микрофлору восстанавливать, в общем, я их тоже взяла. Так, витамин D3, вообще моя палочка-выручалочка всегда у меня лежит. Про запас на всякий случай. Не всегда я его, я сейчас уже в лето не буду, наверное, такую дозу принимать. Возможно, буду одну-две в неделю брать, принимать. Сейчас я витамин D подняла вот этим вот препаратом до 75. Это прям уже вот хорошо. Вот теперь это хорошо. А когда мне мой врач-невролог сказал, что 42, говорит, ну все, можно остановиться, больше не принимать. Ну, блин, это нижняя граница нормы. Она вообще ничего не дает и ничего нет. Профилактики никакой она не дает против заболеваний аутоиммунных. Это средство для тех, у кого проблемы с иммунитетом, у кого он низкий, у кого он высокий, как у девочек с аутоиммункой. Ну, девочек, у мальчиков, у всех. В общем, это для тех, у кого псориазы всякие. Все-все-все, в общем, почитайте. Не буду сейчас все это долго рассказывать. Маме взяла вот такие вот маску, перчатки от корейской фирмы Medihill. Она была тоже по скидке. Что-то она мне обошлась в полтора доллара, кажется. Увлажняющая у нее проблемы с ручками, поэтому попробуем. Не знаю, что здесь как. В общем, должна как-то она их восстанавливать, увлажнять. Любимая моя паста. Обожаю ее от Jason. Самая вкусная, самая хорошая, самая действенная. Хотя я Jason брала еще со вкусом ванили и мяты. Она мне не настолько понравилась. Мне показалось, она не так хорошо отбеливает. Вот эта самая классная. Здесь 170 грамм. Что-то ее как-то надорвали. Все с ней в порядке? Все в порядке. Вот. Короче, супер. Люблю ее. Хотя у меня в продапасе еще лежит паста от... Не помню, как называется. В общем, отбеливающая американская паста. Она тоже хорошая, но она больше как-то влияет на чувствительность зубов. А вот эта паста, она отбеливающая, но от нее вообще никакой не было чувствительности. Она не оголяет эти чувствительные каналы. Кстати, не увеличивает чувствительность. Заказала Blistex. Такую вот эту малютку. Ну, в общем, на лето здесь SPF 30. Резистентна к воде. То есть, ну, не смоется водой, когда купаешься. Очень часто замечала, что у меня, когда я перезагораю, если у меня губы или там не защищена как-то область вокруг губ, я могу схватить потом после этого герпес. Поэтому нет. Теперь я защищаюсь. Вот. Тресем взяла еще одну. У меня уже такая заканчивается. Вот эта вот намного лучше. Это вот как раз для тонких волос, которые их нужно беречь от повреждения термоукладками всякими. Вот эту вообще ее не ощущаешь на волосах, в отличие вот от этой. То есть вот эта она такая масляная, тяжелая. Мне она не так сильно понравилась. А вот эта вот она классная. Она легкая. Ее не чувствуешь. Она не жирнит, не утяжеляет волосы. И защищает 450 по Фаренгейту. Это, по-моему, 230 по Цельсию я когда-то смотрела. Так. Все. Последнее у меня здесь остается. Это я тоже была. Супер-акция. Там есть раздел, кстати, на Экхерби. Супер-акции. Заходите на него, смотрите. Там разные разделы. Туда входит иногда красота. Очень много там декоративной косметики по скидкам. Я там тоже много чего брала. И вот я там нашла еще один. Взяла маме. У нее уже один такой стоит. Сейчас вот я начала, говорю, проводить ячистку от кандиды, от паразитов, от всего. В общем, значит, этот... Зеленые перегородки сырые, я так понимаю. Зеленые перегородки черного ореха. Это такая горькая настойка. Тоже здесь, по-моему, входит в состав или полыни, или что-то такое, или нет. Вот, короче. Взяла его по скидке. Он чуть ли не в половину дешевле. Тоже классная вещь. Возможно, даже я буду пить, потому что я тоже когда-то от кандиды делала лечение. Диету так же, как и вот ей сейчас делаю. Еще желательно при этом избегать большого количества углеводов, сахара и всего сладкого. Но без этого я не могу, потому что иначе я вообще тогда ноги носить не буду. Короче, вот все мои покупки. На данный момент очень всем я рада. Очень мне все, кажется, нравится по запаху. Все, что я по-быстрому могу вам рассказать. Давайте еще Блистекс посмотрим. Так, вот такой вот бальзамчик для губ. Прозрачный. Приятно пахнет. Мне, кстати, честно признаться, Блистекс понравился больше, чем Кармекс. Я столько времени хотела попробовать Кармекс, но почему-то от Блистекса я результат увидела больше. Хотя я брала более усиленную версию, такую для проблемных губ, которая именно восстанавливает и как заживляющую мазью является. Надеюсь, вам со мной было интересно и вам понравилось, что-то новенькое увидели. Не забывайте, не пропускайте какие-то акции на iHerb. Всегда они очень действенные. Потом долго, возможно, не будет этого всего. Все это было куплено со скидкой 25%. Вот, так что, надеюсь, вам понравилось. Вы со мной попили чайку, кофейку или там чего-то. Все, пока-пока. Не забывайте подписываться на канал. Внизу наставлю все, естественно, ссылки. Код на скидку будет здесь где-то постоянно мелькать, возможно. И внизу будет написан. И давно я хотела к этому бальзаму вернуться. Но у меня много бальзамов, поэтому я периодически то этот, то этот пробую. Вот. Короче, люблю, целую. Пока-пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok